Вообразите, что у нас есть угольник, сумма длин сторон которого равна 10. Покажите, пожалуйста, какой самый большой может быть его площадь? 25. 25. Ответ правильный. Докажите. Это очень просто, но это надо уметь делать. Дан прямоугольник, сумма двух сторон которого равна 10 сантиметров. Докажите, что его площадь не может быть больше, чем 25 квадратных сантиметров. Псиирик. Если у нас псиирик, не может работать. Если мы примем, кто-то 10 поднимает 2, то у нас будет коровно получаться сантиметров. Так будет 25 квадратных сантиметров. Да. Если мы возьмем, например, 6х4, 8х24. Да. Отличная идея. Переверем все существующие числа. То, что чисел бесконечно много, при этом вас не смущает. Понимаете, правильно? Вы, да, показали 2 примера. Все замечательно. И даже, на самом деле, право, потому что задача простая, и поэтому, если на простых примерах видно, то наверняка и в других случаях будет так. Но чуть-чуть усложнить задачу, и вот эта вот идея посмотреть там в одной из двух-трех точках уже приведет вас к неправильному ответу. Нет, в математике мы не имеем права разрешать себе такие вот соображения. Я проверил пару точек, значит, и всегда так будет. Да не обязательно. Бывает, что и... А даже не в этом дело. Надо все равно учиться, даже в простых ситуациях, строго доказывать. Лучше всегда иметь строгие доказательства, чем позволять себе вот такие... Я тут видел смешную сцену. Дело в том, что мой сын сейчас, значит, пытается учить разные вещи, и, соответственно, стал слушать лекции. И представьте себя, Алексей Бераславович Сосинский. Между прочим, совершенно замечательная тематика. То есть, вы не думаете, это не такой-нибудь там... Нет, это очень действительно хороший лектор. Один из лучших вообще лекторов в Москве. Ну, сейчас он уже сильно болеет, поэтому просто физически ему просто трудно стоять, да? Поэтому он читает лекцию так, сидя или полусидя. Но ему очень много лет. А вот там лет 10-20, это был вообще, пожалуй, один из самых-самых-самых лучших в Москве лекторов математики. Так вот, этот замечательный человек для студентов рассказывает несложную вещь. несложную задачу там. Вот, почему количество обходов вокруг точки данной гривой постоянно, вот там есть какая-то гомотопия. И вдруг студентка ему задает вопрос. Он его так внимательно игнорирует, идет дальше, минут через 30 на той же самой лекции, примерно ту же самую ошибку делает, и она опять задает вопрос. Вся лекция длилась 106 с половиной минут. На 103-й минуте эта студентка превратилась в лающего мороза. Нет, она абсолютно вежливая, все замечательно, но она ему объясняет, что так нельзя. Алексей Брониславович, ну все, конечно, замечательно, но теорема не бывает доказана словами, вот это маленькое значит всегда будет. Вы объясните, в каком смысле маленькое. Вы строго докажите. Да ладно, он отвечает ей. Слушайте, я же столько раз в жизни это доказывал. Отлично. Понимаете, это в чем история? Он этот курс читает уже несколько десятилетий. Для него это абсолютно привычная вещь, и просто он, извините, полюнился не вспомнить доказательства, и его забыл. Ну, если честно, у меня тоже такое в жизни настолько раз было, когда, ну вроде, вещь знаешь, и все замечательно, и потом вдруг не сходится. Да? Это очень неприятно, что называется, чувствуешь себя полным идиотом, как же так, так сказать, и пять лет назад получался, и десять лет назад получался. Но, ребята, принципиально важно следующее. Она так и не согласилась с ним, что теорема доказана. И на следующем занятии, между прочим, он сказал, что да, извините, я написал на прошлой лекции неправильное доказательство. Вот, там, я уже переписал, вот, там, на сайт повесят завтра правильное доказательство. Нет, это не то, чтобы было что-то такое, фатальная ошибка, но все-таки, ребята, в математике везде так. Даже самые простые вещи надо доказывать строго. Даже в самых очевидных ситуациях все равно надо доказывать строго. Итак, кто знает? Между прочим, если бы вы знали, насколько улучшает преподавание то, что там все занятия записывают на камеру. Абсолютно видно, кто из преподавателей хороший, а кто совсем наоборот. Это, на самом деле, очень здорово. Единственное, конечно, опять попытаются все это превратить из средства улучшения в средства шпионажа и так далее, и так далее. Но вот при разумном использовании это все очень-очень-очень улучшает. Потому что вообще сама идея слушать лекцию, когда в тот день пина лекции не было. Понимаете, в мои времена это было абсолютно невозможно. Если студент пропустил лекцию, неважно по какой причине, проспал. Кстати, все думают, что проспал, это значит, что он такой плохой. Это ничего подобного. Это значит, что человек просто устал и больше уже не может работать в этот день, да? Чаще всего это же не потому, что все плохие, а потому, что у человека есть какие-то пределы способности. Так вот, в мое время все, лекция прошла. Если ты на нее не сходил, то это уже навсегда. Ничего подобного сейчас. Сейчас лекции выложены. Пожалуйста, смотрите тогда, когда вы здоровы, когда можете. Мы просто-напросто пишем, что у это 10 минус х. Значит, х умножается на 10 минус х. И смотрите, что получается. 10х минус х квадрат. Но мы же с вами умеем выделять полный квадрат. Согласны? Что такое в данном случае выделить полный квадрат? Во-первых, надо написать минус х квадрат минус 10х плюс 25. Во-вторых, надо написать плюс 25. И по ручке следующее. 25. Я перейду вот это. Минус х минус 5 квадрат. А это меньше или равно 5. Пожалуйста, запишите себе эту вывод. Она может казаться у вас смешной, но на самом деле огромное количество разнообразных задач примерно к этому делу сходится. То есть вы взяли функцию х умножить на 10 минус х. Выделили полный квадрат. По-моему, я понятно все объяснил. Простое решение состоит в том, что когда у вас есть два числа, которые в сумме дают число 10, то можно взять и отложить каждое из них относительно числа 5. Объяснять. Вот у вас число есть х, число есть у. Давайте запишем так, что х это 5 минус какая-то величина. На вот эту вот величину давайте я обозначу на з. Ну, з может быть отрицать, но положить там не важно. Важно, что у это 5 плюс з. Пожалуйста, все себе запишите, потому что это простая, но важная штука. Когда вы умножаете х на у, то вы смотрите, что получаете. 5 минус з на 5 плюс з. Отлично. А что это такое? Это 25 минус з в квадрате. А это, конечно, меньше или равно. Вот. Ну и давайте я еще одну вещь скажу. Тоже очень простую, но надеюсь, что она всем будет понятна. Представьте себе, что у вас есть такая функция. У равняется х умножить на 10 минус х. Будьте добры нарисовать график этой функции. Пожалуйста, прямо возьмите здесь одну клеточку. Тогда это будет всего 5 сантиметров. Точно по клеточкам. Подсказка. Чтобы у вас не вылезло за пределы страницы, надо постараться, чтобы здесь было хотя бы 25 лет, лучше чуть больше. Здесь, как видите, хотя бы 10 лет, лучше чуть больше. То есть это делайте обязательно на какой-то большой странице. Лучше просто начать с низа страницы, тогда это точно войдет. По вертикали минимум 25 клеток. Не полимитесь, посчитайте значения и их точно отложите. Как только вы нарисуете эту линию, вы сразу поймете, а что же на самом деле там было. Чего же так все происходило. Что такое график рисовать, вы понимаете или нет? Вы нарисовали оси координат? А почему? 25, да. Абсолютно верно. Здесь она проходит строго через число 10. Здесь жестко через число 10 проходит. Спасибо, отлично. Как называют кривого парабора? Парабора, да. Это та самая великая парабора. Кривая, которая очень долго в школьном курсе математики изучает. Она будет иметь обычный у равно х квадрат, если вы начало координат поместите вот в эту точку и оси вот так направите. Ну а, соответственно, если это так, то тогда имеет такое парабора. Хорошо.